Спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Я попыталась разобраться в этом вопросе как психолог, но рассказать постараюсь вам, поскольку заявленная тема психология для непсихологов, рассказать вам на таком простом и доступном языке о, может быть, каких-то сложных вещах. То есть мне кажется, что важно нам с вами понять сегодня, как же это работает, когда ты понимаешь, как это работает, тогда ты можешь предпринимать какие-то шаги и начинаешь понимать, а что с этим вообще можно делать. Итак, вот о чем мы с вами будем сегодня говорить и что я расскажу, планирую рассказать вам. Ну, во-первых, о информационном стрессе и его проявлениях и влиянии различных факторов на формирование этого информационного стресса. Затронем вопросы фейковой информации, информационного шума, наших эмоций, которые возникают в каких-то информационных ситуациях, в ситуациях, связанных с информационным пространством. И попробуем, конечно, сформулировать рекомендации, потому что, наверное, это главное. Ну и в качестве ключевого слова выделено слово «информационный стресс», как мы видим с вами из названия. Чтобы лучше понять, что такое информационный стресс, достаточно нам с вами вспомнить свое состояние в тот момент, когда вдруг на нас неожиданно обрушивается какая-то гигантская волна новой информации. И она не просто нас сбивает с ног, а она несет за собой пучину, вот, со своей силой, сметает все на своем пути. И каждую минуту вот эта волна, она не ослабляет свои силы, а наоборот становится все больше, выше, выбирает в себя все, что находится рядом, превращается уже в такую гигантскую мощную лавину. И эта лавина представляет собой кашу, где смешана и правда, и домыслы, и слухи, и мнения, и официальные, и неофициальные источники. И важно, самое главное, то, что эта информация является очень сильно эмоционально заряженной. И поэтому наше внимание к ней приковано, и как бы мы ни старались от нее уйти, мы полностью в этой информации находимся. Мы продолжаем думать об этой информации, которую мы получили. Мы делимся ею с другими людьми, мы ее обсуждаем, мы ищем правду, мы составляем собственное мнение о происходящем. Ну, если я, наверное, вам бы сейчас задала вопрос, что напомнило вам мое описание, то думаю, что, скорее всего, ну, вы можете, кстати говоря, написать в чате, что вам напомнило мое описание, но думаю, что, скорее всего, вы сейчас вспомнили ситуацию, возникшую в феврале этого года, или ситуацию с пандемией, которая возникла два года назад. То есть обе вот эти ситуации, они являются ситуациями социальных потрясений, таких экстремальных для психики человека ситуациями. И до недавнего времени, когда говорили о психологии социальных потрясений, в последние годы особенно в исследованиях социальных потрясений описывалась в основном ситуация с коронавирусом, потому что действительно это такая за последнее время самая стрессовая была ситуация, и была такая магистральная линия исследований не только в психологических работах, а огромное количество исследований было проведено и специалистами из других областей науки, и медики изучали этот вопрос, и педагоги, и политологи, и историки. Ну, собственно, кто только, наверное, не старался со своей точки зрения осветить и изучить какие-то важные аспекты. А психологами, конечно, изучались вопросы о том, как получаемая информация, в том числе, да, мы рассматриваем свой аспект информационный, как вот эта получаемая информация о коронавирусе и сама ситуация ограничений влияла на психику человека, какие психические реакции возникали в ответ на социальную изоляцию, на поступающую неоднозначную разноплановую информацию, какие риски нарушения психологической безопасности человека в этой связи обнаруживаются, и как наша психика реагирует на вот этот стресс, и что, в общем-то, предпринимать, какие действия предпринимать в сложившейся ситуации. И отдельная часть исследований касалась обеспечения психологического благополучия и информационно-психологической безопасности субъектов образовательного процесса. И специалисты здесь, собственно, и не только специалисты, и сами педагоги тоже обсуждали вопросы о влиянии вот этого нестандартной этой ситуации, этого стресса, пандемии, на образовательный процесс и на возникающие сложности новых форматов взаимодействия, действия, прежде всего, между преподавателями, обучающимися, форматы взаимодействия с родителями, с администрацией, ну и со всеми субъектами образовательного процесса, и обсуждали в том числе и риски, новые риски, которые возникали в связи с этим. Ну вот другое понимание информационного стресса не связано с ситуацией социальных потрясений, и оно такое, я бы сказала, будничное. Почему применила это слово? Потому что действительно мы с вами люди информационного общества, мы сегодня с вами живем в информационном обществе, и будни человека информационного общества характеризуются постоянным погружением в какое-то информационное поле. И информации, к которой мы можем обратиться, просто громаднейшее количество. И она поступает к нам не только по нашему желанию, но и часто без нашего желания. И борьба за внимание человека сегодня к информации ведется вообще непрерывно. Когда мы видим с вами какую-то информацию, обычные информационные какие-то заголовки, они такие яркие, броские, и это делается для того, чтобы наше внимание привлечь к какой-то информации. Ищутся разнообразные все новые и новые способы привлечения внимания к информации. И эта информация по этой причине, конечно, внедряется каким-то образом в нашу жизнь. Та информация, которую мы с вами воспринимаем. И объемы ее не всегда соотносятся с психофизиологическими возможностями человека. А это значит, что это может влиять на наше психологическое состояние и на состояние нашего здоровья. И по этому поводу есть даже очень такие серьезные фундаментальные работы. И прежде всего я здесь бы назвала работу, если кому-то интересно, вообще тема информационного стресса. Раз вы здесь на вебинаре, я думаю, что значит, что вам интересно. И эта работа была написана еще до всех социальных потрясений, до пандемии, до всего. Она принадлежит Вячеславу Алексеевичу Бодрову, доктору медицинских наук, психофизиологу. У него есть такая даже книга вышла, которая называется «Информационный стресс» еще в 2000 году. Обращу ваше внимание. То есть и он, 2000 год мы себе представляем, да, насколько, какая большая разница между 2000 и 2022. Но уже тогда были описаны вот эти критерии, какие-то позиции очень важные для психики, прежде всего, человека. Что может вызывать стресс информационный, как с этим работать. Поэтому, если хотите, с точки зрения науки, поглубже с этим вопросом разобраться, вот вам рекомендую. Ну так вот, профессор проводил различные исследования и в том числе описал, что при возрастании объема и интенсивности информационного потока увеличивается очень сильная эмоциональная напряженность. И начинает усиливаться частота пульса, даже может повышаться температура тела. И возникает предстрессовое и стрессовое состояние в определенных условиях. Иными словами, описано, что информационное пресыщение, информационная перегруженность может порождать информационный стресс. И какой результат, какое влияние на психику, оно, конечно, может быть разным, это влияние, но влияние это есть. И влияние на психологическое здоровье, на психофизиологические процессы, оно доказано абсолютно. И ясно, что нормальное состояние психики нарушается. Иными словами, сегодняшние реалии повседневной жизни человека, человека информационного общества, как никогда ранее обострили внимание к вопросу влияния информации на психику человека, на безопасность человека, в самом-самом широком ее понимании на безопасность информационную, на психологическую безопасность. И вот здесь вот три вопроса, которые я выделила на слайде, это те три вопроса, на которые мы с вами попробуем сегодня найти ответ. То есть где же все-таки проходят границы безопасного существования человека в информационном пространстве, что может нарушить эти границы, как сохранить внутреннее состояние психологического баланса и эффективно продолжать выполнять свою работу, жить в условиях информационного стресса, если он случился, и как обеспечить эмоциональное благополучие, какие методы можно для этого использовать, как снизить напряженность от информационного стресса. Вот такие вопросы мы с вами ставим и попробуем в них разобраться. Начну с того, что, конечно, информационное общество, в которое мы с вами живем, отличается не только объемами информации, но и какими-то новыми способами передачи этой информации. Но прежде всего наше информационное общество, и во всяком случае современное его состояние, оно характеризуется тем, такими особенностями, которые раньше не существовали, это технологии, разнообразные технологии создания информации и ее трансформации. Когда-то, я вам напомню, может быть, кто-то из вас помнит такие времена, когда для того, чтобы узнать, например, значение какого-то слова, нужно было взять толковый словарь и найти в энциклопедическом, в этом тяжелом таком словаре был такой, может быть, помните, в советское время дефицитный словарь, энциклопедический у нас дома, он был такого бордового цвета, тяжелый, большой, иметь дома был такой словарь, было очень важно для советского человека. Ну так вот, для того, если ты хотел что-то узнать, нужно было обратиться к этому словарю и найти там это слово, понять, как это все искать необходимо, да, и получить любую какую-то, вот какие-то уточнения мы могли только там. Сегодня мы знаем с вами, что мы информацию можем просто погуглить или вообще не предпринимая никаких усилий, даже гуглить ее не нужно, можно просто задать вопрос интеллектуальному помощнику, Алисе или Сире. И вот этот интеллектуальный, интеллектуальный, искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта сегодня действительно активнейшим образом развиваются и тоже внедряются в жизнь, казалось бы, обычного человека. Но, конечно, что совсем уж себе невозможно было представить, так это то, что наступит время, когда ту информацию, которую мы видим и слышим собственными глазами и собственными ушами, когда фраза «не верь глазам своим», «не верь ушам своим», она станет максимально реалистичной. А сегодня действительно это реалии нашей жизни. И сегодня такое стало возможным благодаря тому, как раз, что развиваются технологии искусственного интеллекта, и искусственный интеллект научился создавать фейки с участием реальных людей. Ну вот, а как же нам-то с вами интересно, а как же реагирует психика на все эти изменения? Ведь человек по своей сути и по своей психофизиологии он не стал роботом, да, он остается все тем же самым человеком, его психика не цифровизируется, не роботизируется, в ней нет никаких чипов и специальных программ, ну, по крайней мере, пока у нас нет этого. Вот, поэтому вопросов много, и они являются, конечно, в том числе тоже предметом такого научного интереса психологов, но ясно пока совершенно точно одно, что информационное общество меняет нашу жизнь и оказывает влияние на социальные процессы, на личность человека, на его психику и на его психологическое благополучие. И в том числе, вот если мы посмотрим новые условия цифровой среды, активная включенность цифровых технологий в процесс социально-психологического развития подрастающего поколения, в его социализацию привели ученых к описанию таких особенностей, того, как развивается и социализируется подрастающее поколение в условиях информационного общества и цифровой среды. И различные названия дали этому процессу. Этот процесс называют и киберсоциализацией, и цифровой социализацией, и информационной социализацией. И эти условия определяют также особенности реализации современного образовательного процесса, в котором мы с вами активно участвуем. И мы знаем, что сегодня этот процесс строится в цифровой образовательной среде. Но для большинства уже преподавателей стало совершенно обычной. и привычной, очень быстро стало привычной и обычной. Но отмечу, что в обсуждении вопросов цифровой образовательной среды тоже все чаще стали рассматриваться не только инструменты, и не только технологии, да, потому что одно время именно на это делался упор и понятные причины, потому что не все умели, не все знали, не все даже знали, каким образом, что это вообще возможно. Да, сегодня это все знают и умеют. Но сегодня мы видим, как смещается вот этот акцент от внимания к технологиям, к вниманию к психологии, к психологическим аспектам применения вот этих цифровых технологий. И все чаще звучат опасения и какие-то вопросы, связанные с теми новыми рисками и угрозами, с которыми может столкнуться и обучающийся, и преподаватель вот в этой цифровой среде. Но не знаю, знаете ли вы о таком, или встречались ли вы с таким, и слышали ли вы такое. Но вот я, например, знаю очень много примеров, когда только в начале пандемии все стали переходить на дистант, многие преподаватели, например, жаловались на то, что в Zoom подключались некие люди, агрессивно настроенные, что они там могли писать что-то на доске, вплоть до нецензурных каких-то выражений, и с этим нельзя было ничего сделать, да, то есть преподаватель терялся, ну вот, а что ты сделаешь в этой ситуации. То есть такие вещи тоже происходили, и это действительно сразу оказывает влияние на психологическое состояние и преподавателя, и той группы, которую он обучает. То есть иными словами, конечно, как показывает жизнь, вопросы информационной такой психологической безопасности всех субъектов образовательного процесса становятся для нас с вами первостепенными, и если мы говорим о термине информационно-психологической безопасности, то он как бы состоит из двух таких ключевых составляющих из информационной и из психологической, а также, как и понятие выделено нами информационный стресс, он тоже содержит в себе вот эти два ядра. Здесь представлено определение согласно доктрине информационной безопасности Российской Федерации, что понимается под информационно-психологической безопасностью, И вот, следуя этой логике, мы с вами выделим два аспекта нашего обсуждения. Первый связан с так называемой экологией информационного пространства, то есть его чистотой с точки зрения достоверности, отсутствия информационного мусора и безопасной информационной среды, той стороной, которая образует некое пространство вокруг человека. То есть если мы представим по отношению к человеку эту среду, то это будет внешняя, условно внешняя среда, то есть то, что как бы находится за пределами человека, но при этом она оказывает, вот эта среда оказывает влияние на человека. И угрозы нарушения информационно-психологической безопасности как бы исходят от самого вот этого пространства. То есть это не связано с деятельностью злоумышленников или там какими-то кибератаками. То есть можно представить себе такой вот, мне всегда нравятся примеры какие-то приводить, потому что мне кажется, так, когда наглядно понятнее. Можно представить себе человека, как такой некий островок в океане, и вот этот океан – это информационная среда, а человек – это островок. И вот на этот островок дуют ветры с океана, волны омывают его берега, и это никак не зависит от человека, то есть это происходит априори, хотим мы этого или не хотим. Но и кроме того, и сила ветра может меняться, и высота волн может быть разной, а значит и влияние на островок на этот тоже может быть различным. А второй аспект – это то, что происходит с человеком, когда он вступает в непосредственное уже взаимодействие с информацией или какими-то агентами этой среды. То есть когда человек начинает купаться в этом условном океане, ловить рыбу, выловленную из него, то есть те угрозы, которые исходят от деятельности самого человека вот в этой информационной цифровой среде или деятельности других людей. Здесь тоже могут быть разные по своей силе последствия. И вот первый аспект, который мы с вами рассмотрим, это вопрос так называемого информационного шума. И он относится, безусловно, к той самой экологии информационного пространства. То есть мы с вами отметили уже, что проблема перенасыщения информации и того, что мы очень часто, если сказать непостоянно с вами, потребляем гораздо больше информации, чем планировалось, это характеристика состояния информационного общества. И здесь есть очень важный аспект, на который мы с вами редко обращаем внимание, редко задумываемся, как мне кажется. Может быть, кто-то и задумывается, но все-таки это происходит довольно редко. Именно поэтому мне показалось уместным сравнить аналогию с островком, такой в океане, да, провести аналогию. Это феномен так называемого информационного шума. То есть это некий информационный фон, который присутствует вокруг человека, но до конца им не осознается. То есть это вот фоновая информация, которую мы вынуждены с вами воспринимать. И особенность этого информационного шума заключается в том, что он может оказывать, как выясняется, негативное влияние на психику, поскольку происходит такая гиперстимуляция психических процессов, то есть слишком сильное воздействие на психику, постоянное, длительное. И, конечно же, это очень утомляет психику, это утомление, кроме всего прочего, может накапливаться. И вот результатом такого информационного шума становится в том числе информационный стресс. И согласно исследованиям, я вам здесь тоже привожу для тех, кто интересуется этим вопросом. Здесь вот есть ссылочка на довольно интересную статью. Посмотрите. Очень рекомендую, особенно если здесь есть психологи, преподаватели, те, кто связан с начальной школой, в особенности, посмотрите. Так вот, согласно этому исследованию, научное определение информационного шума такое, вот вы видите, да, фактор среды, при котором информационные сигналы поступают в фоновом режиме, и эти фоновые, фоновое такое влияние может вызывать информационный стресс. На самом деле выделяется очень много разных характеристик этого информационного шума, и вот в данной статье рассматривается отличие этого информационного шума от других каких-то категорий, но нам самое главное с вами понять, что признаками, центральными такими, главными признаками выступает информационный шум, выступает неуправляемость информационного потока тем, кто эту информацию воспринимает, то есть воспринимающим субъектом. И то есть тем самым мы можем сказать, что главным признаком здесь является некое даже такое информационное насилие и, конечно, фоновый характер потребления. Конечно, здесь не все так уж однозначно, и учеными следуются вопросы о том, от чего зависит эта сила, этого влияния информационного шума, кто больше подвержен этому влиянию, в том числе здесь ведутся исследования информационного шума на появление накопительного стресса у детей, и мне кажется, что вот на этот вопрос особенно нужно обращать внимание, пример приведу, например, что такое информационный шум, когда ребенок у нас находится в комнате, а вокруг, допустим, работающий телевизор с какими-то агрессивными передачами включен, или ребенку нужно делать уроки, вокруг несколько источников информации включено, они все работают, ребенок делает уроки, вокруг него вот этот информационный шум происходит. То есть нам кажется, что это никак не влияет, на самом деле это очень сильно влияет и накапливается, как показывают исследования. И понятно, что психика ребенка особенно подвержена различным влияниям, в том числе в силу своей несформированности. То есть это, конечно, важно учитывать и не только педагогам, но и родителям тоже. Сказала уже вам о том, что рекомендую с этим исследованием ознакомиться для тех, кто вот в теме. И главный вывод для нас с вами, для нас с вами, что я бы хотела выделить, это то, что информационный шум может рассматриваться как стрессогенный фактор, который может накапливаться и негативно влиять на общее психологическое состояние и на отдельные психические процессы. Ну вот в практическом плане, что это может означать? Ну, самые такие явные выводы, которые мы можем с вами сделать. Первый вывод – это то, что фоновая информация может быть стрессогенной, поэтому стоит обращать внимание на то, какой фон нас окружает, ну, хотя бы там, где это зависит от нас. И задумываться, когда мы с вами, опять же, включаем какой-то телевизор там с кричащими людьми, а у нас очень часто телевизионные передачи имеют вот такой почему-то агрессивный характер, да, у нас вот иной раз и новости в очень агрессивной манере преподносятся, и какие-то передачи мы смотрим, общение между людьми выстроено в какой-то агрессивной манере, где друг друга унижают, друг друга стараются перекричать, перебить и так далее. И вот если такой фон у нас постоянно звучит, то вот нужно задумываться, да, подумать о том, насколько мы перегружаем свою психику вот этим негативом, как это отрицательно влияет и зачем нам вот это нужно, да. Самые явные выводы, как я уже сказала, задумываться и помнить о том, что фоновая информация может быть стрессогенной. Второе, конечно, повышать уровень осознанности информационного потребления по возможности отказываться от постоянного присутствия информационного фона. Ну, где это возможно хотя бы. Понятно, что мы говорим об информационном шуме также в контексте того, что мы не всегда можем на это повлиять. Ну, где-то мы находимся и звучит какая-то музыка или что-то где-то включено, какая-то информация транслируется, и мы на это повлиять, если не можем, то это, конечно, понятно, данная рекомендация здесь не подойдет. А там, где можем, все-таки стараться повышать вот этот уровень осознанности информационного потребления. Принимать во внимание, что информационный шум, даже если он, как нам кажется, просто является фоном, он может быть условием информационной перегрузки, которая не просто сейчас на нас повлияла, но и накапливаться имеет такое свойство. То есть она накапливается, сказывается негативно на здоровье, вызывает информационный стресс. И я уже говорила, это связано с тем, что у нас происходит гиперстимуляция информационными стимулами определенных психических процессов. И, опять же, эти рекомендации важны и не только для преподавателей, и если мы говорим о школьниках, то, конечно, для родителей наших, обучающихся тоже. Понятно, что, я уже сказала, при выполнении интеллектуальной какой-то работы, да, лучше, чтобы все-таки никакого вообще фона не присутствовало. Но что касается преподавателя, поскольку здесь в основном преподаватели присутствуют, то, конечно, даже просто огромное количество коммуникации, связанной с нашей работой, пусть не вызывает у нас стресс, но все-таки утомляет и тоже имеет такую особенность накопления, да, вот этой усталости. И после работы, как правило, думаю, большинство из вас со мной согласится, вам хочется просто побыть в тишине, минимизировать максимально общение. Вот есть такое у вас? Если есть, поставьте плюсики. То есть психика хочет каким-то образом прийти в себя и восстановиться, потому что это действительно очень непросто. Следующий момент, который бы я хотела выделить, выделю еще один аспект, связанный с экологией тоже информационного пространства, но и он связан с тем, о чем я сказала вначале, с технологиями искусственного интеллекта и нейротехнологиями, и как следствие вопросами достоверности той информации, того информационного поля, в котором мы с вами существуем сегодня. Сегодня притча в языцах уже, формулировка информации, такой как фейковая, да, мы сегодня очень много слышим про фейки, про фейковую информацию, про то, как сложно стало определить, что действительно является настоящим, а что является поддельным, не настоящим, а фейковым. И на самом деле определить, определение фейковости информации тоже сегодня становится задачей номер один, даже для обычного человека. Но нам с вами еще и важно рассмотреть вопрос, а как это влияет на психику. В целом, конечно, нужно сказать, что все более актуальными вообще в целом становятся вопросы достоверности информации и ее качества, если мы говорим о преподавателях, даже без фейков, если мы возьмем информационное поле. И для нас с вами важно очень определить, какой мы информации можем доверять, можем ли мы какую-то конкретную информацию использовать в учебном процессе. И это касается абсолютно любой информации, получаемой посредством интернет-среды и каких-то других источников. То есть это и учебная, и развлекательная, и научная, и общественная, и новостная информация. Вот какой информации можно доверять, вот такие ключевые вопросы бы я здесь выделила, с точки зрения ее научной ценности, какие, например, интернет-источники можно рекомендовать для изучения нашим обучающимся студентам, и как выбрать действительно качественную, проверенную информацию для использования в учебном процессе. Ну и, например, такой вопрос, как авторское право, связанные с этим тоже вопросы цифровой научной этики или авторского права. Ну, если говорить о высшей школе, мы с вами знаем, что этому вопросу очень серьезное внимание уделяется, и проверка текстов на антиплагиат и на неправомерные заимствования собственно проводится активно в высшей школе абсолютно все и научные работы, и какие-то исследовательские работы через антиплагиат проводятся для того, чтобы как раз выяснить авторство и достоверность вот той информации, которая приводится. Перед тем, как публикуется какая-то научная информация, конечно, она обязательно проверяется на антиплагиат. Ну и, собственно, цель, да, какая определить достоверность и принадлежность нового знания конкретным людям. Но вернемся к искусственному интеллекту. Создание, скажем, несколько слов о фейковой этой информации. Сегодня действительно создание фейков приобрело массовый характер, и это становится возможным как раз благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. И сегодня технологии искусственного интеллекта настолько уже стали обучаемыми, что с их помощью создаются, а именно эта технология называется, вот вы видите, дипфейк, искусственный интеллект научился создавать фейки с участием абсолютно реальных людей. И, конечно, мы не будем сейчас с вами рассматривать саму технологию, а скажем о том, что психологами, например, учеными, исследуются вопросы использования технологии дипфейк и ее влияние на безопасность человека через возможность дезинформации, какого-то манипулирования общественным мнениям, например. Мы знаем с вами, что очень легко и быстро распространяются фейки в социальных сетях, в новостных лентах. Вот есть исследование, здесь опять же я вам его привожу, которое подтверждает, что ложные негативные дипфейки сравнимы по силе своего влияния на человека с кибератаками и могут наносить ущерб и конкретным людям, и обществу, и государству в целом. Но сама по себе эта технология, что интересно, сама по себе эта технология, она дипфейк, она не является чем-то таким вредоносным. И вот вы видите, я здесь привела в пример хорошо известный видеоролик МТСовский, думаю, что все его прекрасно помните. Так вот, она не является чем-то вредоносным, эта технология состоит в том, что с помощью искусственного интеллекта и нейросетей, которые обучаются с использованием искусственного интеллекта, создаются очень-очень реалистичные видеоролики и различный аудиоконтент. Ну, например, вот эта реклама, о которой я говорю, с участием Брюса Уиллиса, она была выполнена с использованием этой технологии. И на самом деле, актер не принимал участия в съемках, с ним там был заключен определенный договор. И вот мы видим, да, в начале одного человека, в конце, здесь как бы раскадровка, видим совершенно другого человека. Это вот таким образом работает эта технология. И примерами использования дипфейка, использования ее в мирных целях, может быть ее применение, например, еще и в музейном пространстве. И сегодня, например, искусственный интеллект научился оживлять картины великих художников. Это очень интересно выглядит. Если вы скачаете презентацию, перейдете вот по ссылочке, где написано «Источник», это гиперссылка, вы можете посмотреть, например, как оживили картину Монолизы, как научили, извините, Монолизу разговаривать, как оживили портрет Монолизы и научили ее говорить. И она перестала быть такой уж таинственной и загадочной сразу. Посмотрите, там есть еще и другие живые портреты, другие картины, портреты известных художников, которые тоже вдруг заговорили. Но вот применительно к нашей с вами теме мы можем сказать, что с появлением новых технологий, технологий искусственного интеллекта, технологий, позволяющих создавать фейковую информацию, информационно-психологическая безопасность человека становится все более уязвимой. и, к сожалению, мы с вами пока вот такие фейки разоблачать самостоятельно не научились. То есть мы, когда смотрим, мы не понимаем, на самом деле это было или нет. Но если только Монолизу не увидим. Монолизу мы уж точно с вами поймем, что она никогда в таком виде нигде не существовала. Это было воссоздано с использованием искусственного интеллекта. Так вот, научиться этому мы пока с вами не можем самостоятельно, хотя программы, такие, конечно же, специальные программы, они существуют. Ну так вот, мы говорим о влиянии, о том, что это действительно очень сильно влияет, когда ты видишь, и ты этому веришь, а это оказывается неправдой. Коллеги, я вижу ваши комментарии, если позволите, я когда закончу, потом обязательно все почитаю и отвечу на все какие-то комментарии, просто не хочу сейчас отвлекаться. Спасибо, что вы пишете, это очень важно. Значит, я вижу обратную связь, это всегда радует. Так вот, примеры. Да, примеры мы с вами привели и сказали о том, что действительно, когда ты видишь, что это было на самом деле, тебе кажется, а ты не знаешь, правда ли это было, это действительно влияет очень сильно на человека, и рассеянность, и невозможность понять, что правда, что ложь, дезориентируют, безусловно. И на примере информационного стресса, возникающего в ситуациях социальных потрясений, мы с вами можем в этом убедиться. Изучение вопросов влияния, как я уже сказала, информационного поля на психологическую безопасность человека в условиях социальных потрясений особенно сильно и особенно активно происходит в последние годы. и понятно, что, как мы уже сказали, в основном исследовалось до сих пор, к таким социальным потрясениям относили ситуацию с коронавирусом. Огромное количество работ было проведено и изучалось, как сама ситуация ограничений повлияла, какие психические реакции возникали в ответ на социальную изоляцию и разноплановую информацию и так далее. Ну и, например, в одном из исследований было показано, что использование определенных информационных стратегий может усиливать состояние неопределенности и ощущение вот этой витальной угрозы, может вызывать даже растормаживание психических реакций и усиливать проявление различных форм агрессии и враждебности. И тоже я вам даю ссылочку вот здесь на эту статью, к которой вы можете обратиться, если вам интересна эта тема и поглубже вы хотите с ней ознакомиться. Здесь как раз описываются явления, влияние на психику социальных потрясений и ситуации неопределенности. Но нужно сказать, что действительно сама ситуация неопределенности, которая возникает в ситуациях социальных потрясений, она является очень тяжелой и одной из наиболее травматичных для психики человека. То есть ситуации, когда человек сталкивается с условиями, в которых ему трудно или невозможно принимать решения или строить планы в силу сложностей или невозможности однозначно оценить какую-то ситуацию, ее последствия, нарушается устойчивость психики, то есть, по сути, нарушается главная и первоочередная задача психики, а эта задача какая? Ориентировка с целью принятия какого-то решения в сложившейся ситуации и тем самым адаптации к новым условиям. И вот это может привести к различным последствиям для психики, даже, как отмечают исследователи, могут возрождаться вот такие, процитирую, архаические, неподконтрольные сознанию и рациональному анализу механизма психики. Что еще важно отметить, что выделяются два варианта реакции нашей психики на вот такие ситуации. Она может реагировать на информационный стресс как мгновенно, так и в отсроченной перспективе, то есть, последствия могут быть отдаленными. Ну, например, вот в этом конкретном исследовании получены данные, что в ситуации, когда человек особенно нуждается в информации, а это состояние как раз очень характерно для ситуации социальных потрясений, мы уже с вами все с этим столкнулись в последнее время, и вы, думаю, на себе это прочувствовали, то может возникать, как указывают исследователи, два типа реакций. Первое, наступающие мгновенно и реакция отсроченной. Вот сейчас, может быть, мы можем с вами уже говорить об отсроченных реакциях, потому что мгновенные уже у нас прошли. Вот наступающие мгновенно какие-то реакции, это прежде всего паника, как состояние ужаса, сопровождающиеся резким ослаблением болевого контроля поведения. То есть здесь от растерянности до паники, да. В такие моменты снижается способность к адекватному анализу ситуации, и кроме всего прочего, человек становится, вот когда он вот так растерян, когда он возбужден, эмоционально потрясен, он, конечно, становится более уязвимым к различного рода мошенничествам. И вообще, если мы говорим об информационных стрессах, мошенничествах и о каких-то рисках, да, в информационной, цифровой среде, мошенничество растет вообще в любые кризисные моменты. И если вдруг население, например, находится в состоянии паники, снижается способность к анализу ситуации, то, конечно, мошенники здесь тут же просыпаются, и начинают различное свое оказывать негативное воздействие на людей, да. Это могут быть какие-то звонки, это могут быть письма, это может быть похищение личной информации, потому что в этой ситуации, когда человек растерян, когда он находится в ситуации неопределенности, он может выдать абсолютно любую легкую информацию, потому что до конца не контролирует свое вот какое-то поведение, да, он ищет пути выхода, и если какой-то мошенник ему что-то предлагает, скорее всего, человек может согласиться. То есть есть исследования, показывающие, что к развитию паники ведет как недостаток информации, так и ее неопределенность, избыточность и противоречивость в том числе. Ну вот это такие реакции психики мгновенные. А что касается отдаленных, отсроченных реакций, то среди отдаленных последствий наиболее распространенным являются определенные варианты посттравматических стрессовых расстройств, которые приводят к серьезным эмоционально-личностным нарушениям. Ну вот чтобы понять, мы приближаемся с вами, чтобы понять все-таки, а что же с этим делать, да, как снизить эмоциональное напряжение в ситуации информационного стресса, нам с вами нужно сказать несколько слов об эмоциях и некоторых функциях эмоций, которые в контексте нашего с вами сегодняшнего разговора очень-очень важны. Но на самом деле, конечно, эмоции выполняют очень много важнейших функций, и в целом они относятся к регулятивным процессам нашей психики, то есть они регулируют наши психические процессы. И сам термин эмоция переводится как «потрясаю» или «волную». То есть что это за функция, почему так важно, какие это функции мы с вами сегодня не о всех, конечно же, скажем, а вот в связи с нашей темой разберем некоторые лишь. Ну вот первая, например, функция – это функция оценки. Первое, что мы с вами делаем, когда информацию воспринимаем или видим что-то, или видим какого-то человека, мы даем ему оценку. И он на нас, этот человек, или информация, производит определенное какое-то впечатление. Если это благоприятное впечатление о человеке, то, соответственно, мы более склонны доверять той информации, которую он до нас доносит. То, что он говорит и то, что он делает, мы этому склонны доверять в большей степени. И то есть в первую очередь мы с вами даем вот такую эмоциональную сторону, эмоциональную оценку, пока не вникая вот в сути в содержание. Вот как это используется в информационном поле. Еще мы уже с вами говорили про кликабельность информации, опора на эмоции здесь присутствует однозначно. То есть придумываются какие-то заголовки, цепляющие, с целью завладеть нашим вниманием. И опираясь именно на вот эту функцию оценки первичную информации, человек, соответственно, либо изучает, кликает, да и переходит на какую-то страничку, изучает какую-то информацию, либо нет. И так вот функция оценки, она предшествует такой развернутой осознательной переработке информации, и поэтому как бы направляет ее в определенное русло, дает возможность мгновенно оценить вот этот смысл, изолированного раздражителя или ситуации для человека. Ну вот давайте подумаем, как эта функция связана с информацией, которую мы с вами получаем, кто нам ее преподносит, да, доверяемый человеку или источнику. То есть вот это вот такая информация, первая эмоциональная оценка. Вторая функция, о которой мы скажем, это функция мобилизационная. Мы свою оценку дали, и дальше следующая функция, которая подключается как раз к мобилизационной, она уже проявляется на физиологическом уровне. Ну, например, если это какая-то сверхординарная информация, ну, например, социальные потрясения, да, мы говорим, что происходит. Ну, первое, что происходит, выбор в кровь. Адреналина, если это эмоция страха, да, то есть поступает в кровь адреналин, и он может приводить к двум вещам. Либо человек усиливается вообще в адаптационном плане, если рассмотреть, для чего адреналин выбрасывается, он помогает, усиливает способность к бегству, то есть бегство от какой-то ситуации. Либо может быть обратный эффект, это ступор, когда у человека ступор, он вообще не знает. Бежать, стоять, лежать, идти, что делать, да. И вторая вещь, вот тоже мобилизационная, это феномен сужения сознания. Может быть, тоже слышали о таком. Это этот феномен, в чем он выражается, он заставляет, сужение сознания проявляется в том, что происходит сосредоточение абсолютно всех усилий человека в данный момент на преодолении какой-то негативной ситуации. тоже наблюдается при вот таких интенсивных эмоциональных состояниях. Единственное есть желание, это что-то с этим сделать и как-то решить вот эту ситуацию, что-то предпринять. То есть это тоже такая адаптационная функция, она помогает человеку приспособиться к изменениям окружающей действительности. И опять же, применительно к информации мы с вами мобилизируемся, сосредотачиваемся на том, что важно сейчас, в связи с тем, что мы восприняли, и все остальное для нас уходит на второй план. И третья, последняя функция, о которой я скажу, важная, она проявляется в том, что эмоциями можно, кроме всего прочего, заражаться или заражать других людей. То есть это функция, ну, в кавычках, конечно, заразительность эмоций, она происходит именно потому, что люди могут понять и примерить на себя переживания другого человека. Ну, в качестве примера, да, если кто-то где-то очень сильно, например, вдруг там испугался или плачет, да, и вы вот смотрите на плачущего человека, и у вас тоже начинают течь слезы. Или противоположная ситуация, если кто-то очень заразительно рядом с вами смеется, то вы тоже наверняка засмеетесь, хотя вы не понимаете причину, да, но это вот будет происходить такое заражение. То есть мы, если говорим про информацию, можем отметить, что эмоции, которые исходят от человека, в то время как он о чем-то рассказывает, они могут передаваться другим людям. Ну, вот все преподаватели знают об этом, и поэтому мы часто говорим о том, что нужно очень эмоционально доводить информацию до детей, там использовать какие-то примеры и так далее. Ну, поэтому, если мы с вами говорим про информационный стресс, то нужно помнить, что панические какие-то настроения, ужас и тревога при обмене информации они тоже передаются. Ну, у эмоций есть еще много других интересных функций, но мы с вами остановимся на этом, и давайте все-таки подведем некоторые итоги и скажем о тех рекомендациях, которые следуют из всего того, что мы с вами сказали выше. И ответим на вопрос, на наши вопросы, поставленные в начале вебинара. Да, и давайте сделаем какой-то первый вывод. Первый вывод. Как же снизить эмоциональный накал ситуации? Первое, что мы с вами можем сделать, это перенести с эмоционального уровня полученную информацию на когнитивный, то есть на познавательный. Это называется рационализация. То есть мы с вами снижаем значимость эмоций и добавляем разум. Это помогает как-то справиться с неопределенностью, которая в эмоциональном плане является, как мы уже выяснили, очень тяжелым испытанием. Ну, не всегда это бывает легко сделать, это понятно, но, однако, именно только через рационализацию мы можем снизить эмоциональный накал ситуации. Какими здесь можно воспользоваться еще, так сказать, рекомендациями? К рационализации они все относятся. Ну, например, поиск. Снизить информационный фон в ситуации неопределенности помогает решение вопроса дефицита информации для оценки этой ситуации. То есть процесс поиска информации, он поддерживает устойчивость к фактору неопределенности. Поэтому нам с вами нужно понимать, что искать информацию во время информационного стресса, возникающего в ситуации социальных потрясений, это нормально. И многие люди задавали такой вопрос, и мне, я знаю, смотрела какие-то передачи, слушала какие-то интервью. Многие люди спрашивали у психологов, нормально ли это, что я целый день что-то читаю и пытаюсь найти какую-то информацию, и ее становится все больше и больше. Но вот я не могу никак оторваться в моменты социальных потрясений от вот этого информационного поля и от процесса поиска информации. Мы с вами понимаем, что да, это нормально, эта реакция психики помогает, поиск информации в условиях социальных потрясений помогает нам уйти от неопределенности. Информационный фон, не забываем об этом. Мы с вами помним о том, что важно очень выборочно подходить к информационным источникам и в ситуации социальных потрясений стараться все-таки, несмотря на то, что мы эту информацию ищем, у нас есть такая потребность не слушать и не читать все подряд без разбора. И не дополнять потребность информации негативным информационным фоном, не перегружать себя еще дополнительно информационным фоном, который носит какой-то агрессивный негативный характер. Мы помним с вами о том, что не только целенаправленно воспринимаемая информация влияет на нас, но и фоновая информация имеет значение. Не нужно включать, выключите телевизор с агрессивными кричащими передачами и дерущимися людьми. И сразу почувствуете, как вам будет легче. А что касается проверки достоверности, и это тоже к первому пункту все относится. Мы с вами к рационализации. Мы должны помнить о том, насколько сильно эмоции могут влиять на регуляцию деятельности и стараться не поддаваться эмоциональному заражению, которое вот в этих ситуациях присутствует. То есть стараться все-таки изучать различные источники информации, чтобы по возможности проверить информацию на достоверность. То есть отсечь какие-то слухи или откровенные фейки, когда вы видите, что в разных источниках где-то пишут так об этом случае, где-то пишут, что тут же уже вышло опровержение, что допустим какая-то информация, которая только что прозвучала, не соответствует действительности и так далее. Здесь нужно тоже делать выводы и анализировать разные источники информации, и это увеличивает вероятность получения достоверной информации все-таки в итоге. И здесь нам с вами, как преподавателям, еще важно понимать, что мы несем ответственность не только за себя, но и за своих обучающихся, поэтому, конечно, какую-то непроверенную информацию, недостоверную лучше вообще никаким образом не применять. Итак, первое, значит, мы с вами включаем рационализацию во всем. Второе момент, это я его назвала так, планирование. То есть в ситуации неопределенности мы с вами не должны скатываться в какую-то эмоциональную яму, не должны сами себя накручивать, как мы это любим с вами делать, потому как, повышая эмоциональный накал, мы себя сами все больше и больше загоняем в такую глубокую нестабильность. И в таком состоянии очень трудно не просто эффективно работать, а вообще сосредоточиться на чем-либо невозможно. Поэтому, конечно, рекомендуется не скатываться в такую эмоциональную яму, а занимать себя обычными ежедневными делами, тем, что вы должны делать, работать, учиться, строить планы хотя бы на ближайшее время. И это поддерживает нашу психику. То есть когда есть планы, есть дела, есть движения, значит, неопределенности становятся меньше, и постепенно мы с вами понижаем уровень стресса. Мы с вами помним, что эмоциональное воздействие может затруднять переход к решению очередной практической задачи или сосредоточение внимания снижать на текущем процессе. То есть влияет и на текущую деятельность, и мешает ее продолжить эффективно в будущем, перейти к чему-то следующему. Поэтому, конечно, наша задача здесь все осознать и попробовать все-таки вывести себя из этого состояния. Скорее всего, быстро не получится, но все очень индивидуально, и главное все-таки стараться в этом направлении двигаться. А третья рекомендация, я ее назвала коммуникацией. Что здесь можно об этом сказать, о коммуникации? В ситуации тревожности или в ситуации информационного стресса человеку часто хочется как-то замкнуться в себе, но это не совсем правильно. Вообще, когда человек находится среди людей, особенно среди близких людей, это всегда поддерживает психологически человека. И нужно, конечно, стараться быть рядом с людьми, с близкими людьми, поддерживать коммуникацию с ними, обсуждать, делиться своими чувствами. И это, конечно, поможет снизить эмоциональное напряжение и поддержать вот тот уровень эмоционального благополучия и внутреннее состояние психологического баланса. Но, кроме того, если мы с вами говорим о преподавательской деятельности, то мы с вами помним о том, что на преподавателя обращены взгляды обучающихся и родителей, и он является таким ориентиром, и поэтому, опять же, нам с вами очень важно делиться вот какими-то такими вопросами в кругу своей семьи, а не со своими обучающимися тревогами, какими-то, да, очень серьезными такими душевными переживаниями. Лучше этого не нужно делать, мы про заразительность эмоций с вами помним. То есть не сеять тревожность. Четвертое – это, я назвала пункт «здоровье», это, наверное, одно из самых важных. Это наша нервная система. Для снятия эмоционального напряжения нам с вами очень важно поддерживать свою нервную систему в здоровом состоянии, в балансе. И если вдруг вы видите, что у вас возникают какие-то проблемы со сном, вот проблема со сном, как правило, это первый признак наличия стресса, серьезных каких-то переживаний и каких-то, ну это не отклонений, конечно, но какого-то, так скажем, неспокойного состояния нервной системы. И сон вообще один из самых таких показателей, когда нарушается сон, это первый показатель, связанный с неблагополучностью нашей с вами нервной системы. У большинства преподавателей, если я сейчас спрошу у вас, бывают ли у вас проблемы со сном, я думаю, что через одного, наверное, вы напишите, что да. Если я говорю правду, напишите мне плюсик. Ну, по поводу сна у меня есть отдельная лекция, но я хочу сказать, что, конечно, сейчас я об этом не могу все рассказать. На самом деле, как нервную систему свою сохранить, все вы прекрасно знаете, и это самые элементарные рекомендации. Это режим сна и отдыха, это физическая активность, но мы все с вами об этом знаем, но практически никто это не соблюдает из нас. Самые элементарные рекомендации всегда сложнее всего выполнять. Это мы с вами знаем прекрасно, и можем даже такими советами делиться с другими людьми, но вот самим как это выполнить. Вот это всегда очень большой вопрос. Ну, и, конечно, есть специальные психологические методики, релаксации, дыхательная гимнастика, йога и так далее. Все это тоже очень помогает. Но, опять же, будете ли вы, готовы ли вы выполнять эти рекомендации? Потому что обычно мы всегда хотим волшебную таблетку с вами. Это однозначно хотят все, как бы так, чтобы особо не предпринимать никаких усилий, но чтобы все наладилось, да, особенно если мы говорим о своем здоровье. Ну и давайте я уже, да, буду закругляться, коллеги. Основной общий вывод, который я хотела бы сделать в конце нашего обсуждения, это то, что основной общей такой психологической задачей, на мой взгляд, является сегодня формирование культуры личной информационно-психологической безопасности всех субъектов образовательного процесса. И обучающихся, и преподавателей, и родителей. И очевидно, что разработка вот таких и внедрение в практику образовательных таких программ, она должна осуществляться, конечно, с учетом тех наработок и тех результатов исследований, которые получены вот новейшие, полученные научным сообществом, будут продолжать появляться, я думаю, в ближайшее время. Ну, по всей видимости, именно культура информационно-психологической безопасности может нам с вами помочь снизить вот те самые риски и обеспечить нашу с вами безопасность и безопасность всех субъектов образовательного процесса. Уважаемые коллеги, я завершила то, чем хотелось мне с вами поделиться, и поэтому я теперь готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо огромное, спасибо, очень полезно, спасибо большое, да, самое главное, чтобы это было вам полезно. Ну, отлично, коллеги, спасибо за обратную связь, будем ждать новых встреч, я постараюсь, Мария, спасибо огромное. Ну, что ж, друзья, еще раз благодарю всех за внимание. В таком случае, если у вас нет никаких вопросов, я тогда завершаю наш вебинар и приглашаю вас на новые вебинары от Директ Академии, которые были озвучены Татьяной. Возможно, еще и будут появляться все новые и новые темы, и где-то мы с вами, возможно, встретимся в будущем. Спасибо огромное, спасибо, всего доброго и до свидания.